Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем с вами рисовать очень весенний, весенне-летний такой ассортимент. Это дождевик. И в данном эскизе я хочу вам показать, как рисуется эффект прозрачности, как он выглядит на эскизах. И в данных эскизах будьте внимательны к тому, что у вас находится сзади, то есть спинка, потому что вы будете смотреть спереди на полочку и у вас будет просвечиваться спинка, то есть будет эффект вот этой прозрачности и сразу эскиз смотрится по-другому. Обращайте на это внимание, это тоже очень важно. Давайте нарисуем. Я подгружаю шаблон. Данный шаблон можно скачать по ссылочке. Под данным видео оставляю совершенно бесплатно. У нас есть еще другие шаблоны, мужские, женские, детские, на разные типы женских фигур. Пожалуйста, скачивайте, используйте для того, чтобы у вас были эскизы максимально приближенными к реальности. Я сейчас удалю лишние ручки. И знаете, что если, например, мы рисуем брюки, то можно ручки вообще удалить, чтобы они не мешались. А если мы рисуем какое-то верхнее изделие плечевое, то здесь уже нужно выбирать, в какой позе будет оптимально нарисовать, когда руки более спокойные, когда они просто буковкой Т идут под 45 градусов. То есть в зависимости от того, какое у вас изделие, что нужно показать. Если вы рисуете там изделие с рукавом летучая мышка, можно одну руку оставить прижатую к туловищу, то есть спокойно висящую, вторую буковкой Т. Таким образом вы сможете показать, как рука всмотрится при натяжении, как будет не спадать, соответственно, когда рука опустится. То есть здесь нужно выбирать в зависимости от эскиза, что бы вы хотели сделать. Так, я выбираю черный контур, единичку и убрать. Изделие в моем случае будет симметричное. И я его сейчас начну рисовать немножко по-другому, не так как обычно. Я начну его рисовать со спинки, потому что спинка у меня будет видно. И здесь у меня не сработает такой момент, что там вот в общем-то что-то такое. Нет, мне нужна еще и полноценная спинка, которую, соответственно, я буду видеть. Поэтому рисую сразу все, чтобы все было понятно. Рукавчик у меня будет реглан, поэтому сейчас я нарисую такую штуку. Это дождевик, это не какая-то там приталенная штучка, она должна быть свободным. Вот поэтому мы это все сделаем. Так, я думаю, что можно линию еще опустить. И сейчас линию реглана. Линия реглана может быть более такая прямая, более изогнутая, в зависимости от модели. Всегда это все правится, все делается. Так, окно. Обработка контуров. Сейчас мы это все разберем. Что у меня получилось? Я по этой линии разрезала, и вот у меня получилось две детали, которые стыкуются по идеальной линии. Так. Сразу делаю симметрию. Мне нужен центральный шов, чтобы он у меня был. Потому что по нему все собирается. Так, сразу будет у меня подгибка линии здесь. Почему на это особо обращаю внимание? Потому что, когда вы задаете полупрозрачность, то это становится очень важно. И чтобы у вас вот именно в этих местах, там, например, по низу рукава, у вас получился четверной слой. То есть, ну, как бы у вас с одной стороны рукав, с другой стороны рукав. Плюс он подвернут, и вы когда на него смотрите прямо, у вас четыре слоя ткани. Соответственно, я тоже хочу это все передать, чтобы это все здесь было. Для того, чтобы, когда я уже буду задавать эффект цвета, эффект прозрачности, его все вот это будет видно. Так, а теперь заднюю часть капюшона рисую. Соответственно, не заднюю часть, а просто, по сути, половинку капюшона, которая будет видна вот там у нас сзади. Можно нарисовать половинку, потом ее раззеркалить, что я сейчас и сделаю, чтобы она была симметричная по правой-левой стороне. Так, нет, и не это нужно, мне нужно перышко. Так, так. Форму капюшона тоже мы здесь можем с вами поправить. Как правило, в дождевиках один шовчик есть. Вот он по центру тоже, кстати, я не буду сливать, потому что по центру, скорее всего, будет шов, и мне нужно, чтобы он оставался. Так, вот так. Я думаю, что нужно вот это место чуть-чуть расширить. Нет, не так. А вот эту точку чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Да, приблизительно так. Вот, это у нас то, что спинка. То, как она у нас будет высвечиваться. Ну, и, в принципе, вид сзади, да, как она будет смотреть. Теперь будем рисовать верхний слой. Что я сейчас сделаю, чтобы было более понятно, более наглядно. Заблокировала слой, создаю новый. Буду рисовать другим цветом контура. Такое можно делать, потом просто все вместе слить, для того, чтобы было более наглядно, более понятно. Давайте выберу красный цвет. Для контрастности, для понимания. Теперь мы рисуем с вами переднюю часть. Соответственно, она у нас будет повторять рукавчик. Можно просто переснять оттуда. Можно вот как я и сделала, повторить так. Здесь сейчас нужно будет аккуратно. Здесь будет сверху у нас планочка. Соответственно, чтобы планочка была правильно сделана. Вот вы видите то, что у меня получается другим слоем. С этим аккуратно. Теперь линию реглана. Будем делать вид, что она у нас повторится по спинке и по полочке. Давайте так, да. Разрежем. Помните, да, что задний слой у меня заблокирован. И все, что у меня там находится, я не могу никак это задеть. То есть я просто вижу то, что там происходит, но никак это не трогаю. Планка. Соответственно, нам нужно немножко сместить. И вот она будет у меня планка. И, естественно, планка у меня будет Ctrl-C, Ctrl-B. Двойная. То есть я нарисовала одну и вторую. Как минимум будет у нее двойной слой. Поэтому это будет очень хорошо видно, когда мы будем с вами делать заливку. Вы сразу поймете, где у вас двойной слой, где одинарный. И прямо оно очень четко считается. Сейчас все будет понятно, когда я эскиз закончу. Так. Планка двойная у нас. Это мы сделали. Здесь теперь подгиб, подстрочка. Там что-то будет. Обработка края. Здесь тоже обработка края. Так. И теперь переходим на капюшон. Соответственно, мы делаем половинку. Так. 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 И здесь он будет повторять. Специально не стала копировать. Я хочу, чтобы было все-таки легкое расхождение. Чтобы было понимание, что это там спереди, это сзади. Как-то вот так. Единственное, что вот здесь вот у меня минус. Это вот в этой точке. Вот в этой. Надо ее смягчить, тогда все будет хорошо. Вот так. Да. Так. И здесь по краешку, скорее всего, у нас будет подгибочка, которая будет двойным слоем, конечно же. Ну и здесь можно уже применить метод вырезания. Только нужно это сделать на дубликате, потому что она должна лечь сверху и сделать нам еще одним слоем. Сейчас мы все посмотрим, все увидим, как оно все работает, как оно все себя ведет. Так. И еще у меня будет кармашек. Давайте его сделаем вот здесь. Таким вот полукруглым. Ну, форму задавайте сами, как вы хотите. Здесь это вообще не принципиально. Давайте его в крае еще уберем. Вот так. Чтобы он был. Так. И здесь по краешку тоже будет двойной слой. Тоже его порарисовываем. Так. Полосочкой ее сюда вот так ставим. Вот. Прекрасно. Теперь мы можем все это отдублировать, за исключением планки. Планку мы уже с вами сделали. Выбираем все. И отдублируем. Вот сюда. Да. Сразу встали карманы, все встало, капюшончик. Ну, в общем-то, мы теперь с вами готовы делать заливочку. Видите, остался центральный шов. Я его специально не убирала, ничего не сливала. Все у меня есть. Как теперь все объединить? Два слоя и просто правая кнопочка мыши сгруппировать. Все соберется на одном слой. Что-то не собралось. Какая-то деталька. Сгруппировать. Один слой можно удалить. Теперь оно у меня все на одном слое. Видите, линии разного цвета. Черные они будут внизу. Что-то накладывается. Красные они будут наверху. Ну, мы можем теперь это все сделать единым цветом контура. Вот. Эскиз наш готов. И, в принципе, вот в таком варианте, ну, как бы непонятно, что у него там еще все подстроено для того, чтобы был эффект непрозрачности. Но сейчас я вам покажу, чего именно мы добивались и какой эффект мы будем с вами видеть. Что здесь будет неприятного? Цвет контура, так же, как и цвет заливки, будет у нас обладать непрозрачностью. Соответственно, и все линии тоже у нас немножечко поплывут. К этому нужно быть готовыми. Ничего страшного в этом нет. Например, он будет желтый. И цвет мы ему дадим непрозрачность. Вот, смотрите, такая штучка получается. Не очень мне хорошо видно, откровенно говоря. Сейчас мы разгруппируем. И попробуем сделать настройку. Вот она, настройка пошла. И как раз то, что я и хотела показать. Смотрите, то, что у нас накладывается друг на друга, оно становится более темным. То, что у нас не накладывается друг на друга, оно остается более светлым. Сейчас я еще другие цвета вам покажу. Будет еще более понятно. Это, то есть, такой вот полупластик там такой. Там не совсем полиэтилен. Вот оно вот на темном цвете даже еще лучше видно, как оно все смотрится. Еще можно голубой. Они голубые еще бывают. Я думаю, что вы часто встречали такие дождевики. Они, как правило, большие такие, как плащ-палатки. Вот синий, например. Вот все дубляжи прозрачности. Вот планочка, да. Я не сделала застежку. Там могут быть кнопки. Давайте сделаем кнопки. Они, конечно же, будут полностью непрозрачные. Как правило, пластиковые. Одна кнопочка здесь. Ну, как правило, то есть, это необязательное условие. Как правило, все-таки ставят кнопочки. Может быть, поменьше чуть-чуть она должна быть. И что-то молнии иногда делают. Три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, вот семи достаточно. Их лучше сгруппировать. И сейчас мы их перенесем на наши эскизы. Вот так. В переднем плане. Вот они будут самые яркие, самые четкие. Потому что они на полупрозрачном материале. Кстати, можно сделать еще один интересный момент. Сейчас покажу. Если, например, у вас плащ, а я видела такие плащи, в горошек. Он абсолютно прозрачный, но в горошек. Давайте попробуем это сделать. Беру все и делаю его в горошек. Не все выделилось. Сейчас в горошек. А вот пуговки все-таки останутся без цвета заливки. Тоже получается очень и очень забавный и интересный эффект. Мне кажется, он имеет место быть. Это не какое-то нарядное у нас изделие. Это изделие именно полупластиковое, полуцеллофановое такое. Но дождевички, которые удачно могут нас спасти. И рекомендую вам попробовать такие эскизы. Они совсем по-другому себя ведут. Но тоже не менее интересно с ними поработать и понять, как такое нарисовать. Не забывайте зонтики. Рисуйте дождевики, чтобы не промокнуть. Потому что весна, дожди. Если у вас появились идеи, что вы еще хотите нарисовать, обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Они выходят каждый вторник. А с вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok